Сейчас подростков, которые имеют дела с наркотиками и иными запрещенными веществами, стало гораздо больше, отмечают правоохранители. А потому активнее ведут профилактическую работу. Сотрудники милиции вместе с врачом-наркологом рассказали школьникам о последствиях употребления наркотических веществ и призвали не связываться с преступными группировками, а также провели для подростков свою игру. Органы внутренних дел принимают активные меры профилактики данных направлений служебной деятельности, в том числе путем использования интерактивных игровых форм доведения профилактической информации до сведений несовершеннолетних. Надеемся, именно такие методы и способы работы с молодежью принесут наибольший эффект и, возможно, окажут наибольшее положительное влияние на профилактику преступлений в данном направлении. В своей игре школьники соревновались в том, кто лучше владеет знаниями по правовым основам. Участие приняли четыре команды из девятой и пятнадцатой школ. Команда Брестского района и подростки, с которыми проводятся профилактические работы. Пытаемся, даже ожидаем лучшего результата, потому что очень хорошо учимся, пытаемся следовать всем нормам, которым нам говорили, когда мы вступали в ряды кадетов. Ну и будем стараться победить. Каждая игра оставляет свои воспоминания, которые остаются надолго, ты потом продолжаешь вспоминать об этом на протяжении очень долгого времени. В игровой форме учить закон гораздо легче, уверены и сотрудники милиции. Милиционеры Брещина выбрали для себя нестандартный подход к общению с подростками. С детьми проводятся игры различные, викторины. Таким способом мы находим путь к каждому ребенку. То есть подростку дается возможность самому принять какое-либо решение, ответить на поставленный вопрос. Тем самым у них формируется право сознания. В игре ребята применили полученные в школе знания и обрели новые. То, что они пойдут на пользу, уверены все. И участники игры, и ее организаторы.